Русские новости Экстрим Экстрим это значит, что все мы экстремисты Все без исключения граждане России, которые подумывают о том, чтобы Власть в Кремле сменилась, являются для этой власти экстремистами И представители этой власти постоянно ищут способы Как бы это нас всех обвинить в экстремизме В какой-то деструктивной антигосударственной деятельности Естественно, кто-то про себя молча думает о том, какие негодяи сидят в Кремле Кто-то иногда высказывается в каких-то узких кампаниях Кто-то позволяет себе в социальных сетях самыми нехорошими словами Сопровождать деятельность Путина и его команды Кто-то выступает на митингах, открыто заявляет свои позиции Как общественно-политический деятель Ну и по мере прохождения всех этих ступеней Все мы оказываемся экстремистами Кто-то тайным экстремистом, кто-то явным экстремистом Мы все на самом деле не желаем жить при этом государстве При этом правителе Все, практически все без исключения Но кто души не чает в этом начальстве Тот уже потерял всякий рассудок Человеческий облик Способность здраво оценивать действительность Коль скоро мы все экстремисты То должен быть кто-то, кто перешел все грани Самый главный экстремист с точки зрения власти Таким экстремистом является Владимир Васильевич Квачков Нет сомнения И когда мы поставим перед мысленным взором и взвесим Квачков или Путин Кто из них на самом деле является экстремистом Врагом российской государственности Конечно же Путин является врагом российской государственности А Квачков является, разумеется, не экстремистом А экстремистом в кавычках То есть врагом этой русофобской, антироссийской власти Которая утвердилась сейчас в Кремле И которую необходимо сменить Владимир Васильевич Квачков, несомненно, является лидером Русского национального движения Или национально-освободительного движения По своей судьбе По своим идеологическим позициям И по тому мученичеству, которое он принимает каждый день Это редко кому удается так пострадать за Россию В тюремном заключении Это крайне тяжелая форма испытания Которая дается далеко не всякому Но кому дается, кто все это дело прошел Мне не доводилось, Бог миловал Но от сумы от тюрьмы не зарекайся Но кто прошел, знает, насколько это тяжко И как люди стремятся на волю Владимир Васильевич Квачков Осужден на 8,5 лет Якобы за попытку государственного переворота Но многие думают, что за покушение на Чубайса Так нет, за это его как раз коллегия присяжных оправдала Ну, после этого, естественно, коллегии присяжных просто ликвидировали Их просто нет И по всем делам, которые действительно являются резонансами Стараются все шито-крыто сделать И принять решение либо единолично одним судьей Либо в лучшем случае коллегии из трех судей Когда, в общем-то, все предрешено Решение спущено сверху И остальное все это такие ужимки Обезьянные ужимки Сбежавших из зоопарка людей Которые утратили честь и совесть И оделись в судебные мантии Это, конечно, никакие не судьи Никакой судебной процедуры Никто не соблюдает Никто на белое не говорит белое На черное-черное Идет наведение тени на плетень Якобы судебные процессы по экстремизму По 282 статье По экстремистским материалам У нас проходят На самом деле никаких процессов нет Никакой доказательной базы нет Никакого следствия Никакой прокурорской поддержки в суде Ничего этого нет Есть только грязный спектакль И вот этот грязный спектакль В 2007 году состоялся в отношении Главного по мысли Кремля экстремиста Владимира Васильевича Квачкова Который уже мог претендовать На условно-досрочное освобождение И этот процесс мог бы начаться И многие бы заметили этот процесс Но вместо этого ему предложили Еще один судебный процесс Который закончился тем Что военная коллегия Верховного суда Подтвердила приговор Самарской военной коллегии И Владимир Васильевич Квачков Получил еще прибавочку к своему сроку И без того немалому И еще содержание В колонии строгого режима Дополнительные еще такие Утяжеления для его срока Ну видимо Чубайс Путин и вся вот эта Извините я должен назвать Вся эта сволочь Считает, что Владимир Васильевич Не должен выйти из мест заключения И возглавить русско-национальное движение Если бы он вышел Это был бы бесспорно Наш кандидат на выборах президента И мы бы собрали в легкую 300 тысяч подписей Конечно бы не зарегистрировали Но все понятно При этой власти Ни один нормальный русский человек Конечно не может быть зарегистрирован Где-то там кандидатом Губернатора Или в депутаты парламентские Может где-то прошмыгнуть На муниципальном уровне Но и то уже сейчас Все отсеивают Крайне тщательным образом И так называемый Контрэлитный отбор Уже состоялся И сплотилась вот эта нечисть Которую мы называем Оккупационным режимом В верхних этажах власти Да и в нижних тоже То есть вся пирамида Так называемой вертикали Это оккупационный режим И против него выступает Владимир Васильевич Квачков И поэтому он находится в тюрьме А мы как русские люди Русские националисты Русские национал-патриоты Поддерживаем его Чем можем Ну как мы можем Разгромить тюрьму Ну сами наверное Там же и окажемся Если выживем Нет таких сил пока Ни в русском народе Ни в русском движении Чтобы освобождать Политзаключенных Единственный метод Для нас освобождения Политзаключенных Это приход к власти И нового человека Который готов будет Это сделать И который подписался Под тем что это надо сделать На данном случае На выборах у нас есть только Павел Грудинин Который готов это сделать Все остальные кандидаты Это ставленники власти Это такие же враги для нас Для каждого русского человека И Жириновский там И Собчачка Если ее наверное зарегистрируют И Титов этот проходимец Который просто счастлив от того Что у нас происходит Замещающая эмиграция в Россию Замена населения коренного Населения гастарбайтерами Ему это надо Как ставленнику олигархии И все остальные И все кто будет У нас фактически выборы Это между Путиным И Путинщиной Которая подавляет в России Все русское И олицетворяет собой Самые враждебные силы Всем русским людям И Грудининым Который конечно не является Рыцарем без страха и упрека Но который освободит Политзаключенных Освободит Владимира Васильевича Квачкова И позволит русским националистам Русским национал-патриотам Участвовать в политике Чего сейчас нет вообще Нас спрашивают Ну а где вы Вот почему у вас нет депутатов Почему вы не выдвигаетесь Господа хорошие Нас беспрерывно репрессируют По самым разным мотивам От мелочи Там незаконных задержаний Лишения работы Звонков на работу Прихода полиции Домой и так далее До посадки в тюрьму Это беспрерывно происходит Естественно ни одного русского националиста На выборах регистрировать не станут Поэтому поэтапно Первый этап это освобождение От самого гнусного Вообще в истории России Режима От путинщины Это может сделать только Павел Грудинин Который идет сейчас на выборы Если вы голосуете не за него А предпринимаете любое другое действие Вы становитесь на сторону этого режима Не идете вы на выборы Рвете бюллетени и так далее Это значит вы создаете условия Для того чтобы Путин был объявлен президентом Он скорее всего и будет объявлен президентом Но мы должны переломить сознание Во-первых народа Народ должен сплотиться в том Что он не принимает эту власть И тогда победа возможна Не на выборах так после Выборов Потому что если народ сплотится То он переломит сознание И так называемых элит И руководителей силовых структур И этих богачей Которые думают Как бы им сохранить свое богатство Но они пока Они находятся на стороне Путина Они ничего не сохранят У них ничего не гарантировано За рубежом разумеется Уже все ясно Там санкционные списки И здесь тоже Потому что Сколь веревочки не видится Конец будет А на этом конце У вас появится Отличная возможность Сесть в тюрьму И лишиться Всего своего состояния Не только личного Но и семейного И до ваших друзей Дотянутся И до подставных лиц На кого вы оформили собственность Все будет изъято Я вас уверяю Что будет именно так Для всех тех Кто находится на стороне Путинщины Кто финансирует его Кто поддерживает Тем или иным путем Тоже касается Владельцев средств Массовой информации Тоже касается Таких беззастенчивых людей Которые считают Что их должность Обязывает их Непременно поддерживать Негодяя Который снова пытается Занять пост Президента России Попирая все Конституционные нормы Все законы Божеские и человеческие Так мы экстремисты Владимир Васильевич Квачков Экстремист Почему? Потому что он хочет Состояние для своей России И свободы Национального развития Прежде всего Государство образующего Русского народа И всех коренных Народов России Поэтому мы русские националисты Для того чтобы освободить Нашего лидера Который олицетворяет Все русское движение Стремимся к тому Чтобы это произошло Не болтовней занимаемся А стремимся к тому Чтобы на выборах Не победил Путин И это наша главная задача Что бы там ни говорили Всякие доброходы Которые на самом деле Являются просто злобниками И трипологами Которые в социальных сетях Там говорят А это не тот Это у него неправильно У него шнурки развязаны А посмотрите вокруг Что творится вокруг Как разорена страна Как все катится в пропасть Как мы теряем работу Как мы теряем возможности существования Как нас унижают По национальному признаку По религиозному признаку Русские православные люди Самые униженные Сегодня Самые униженные группы населения Которые составляют Подавляющее большинство И в этих группах Еще находятся люди Которые готовы голосовать за Путин Какой же позор Мы перейдем к вопросу Об экстремизме Кто способен прочитать У меня в живом журнале Опубликовано Мое мнение специалиста По суду Который закончился 28 декабря И который присудил Дополнительный срок Владимира Васильевича Ковачкова В верхом суде Военная коллегия Все это дело оформила К сожалению На суд пришло Ну наверное человек 40 Не больше Если бы пришло 100 тысяч Ну наверное просто Смели бы и этот режим И этот суд И Владимир Васильевич Был бы освобожден Но к сожалению Активность настолько низкая Каждый думает Что ну пусть кто-нибудь другой Или солидарность Это так вот Я нашлепаю там Две строчки В интернете Надо приходить На такие мероприятия Надо приходить На все мероприятия Которые проводят Русское движение И на все судебные процессы Которые касаются Наших соратников Пусть даже мы в чем-то С ними не согласны Надо приходить Вот это мнение По поводу Тех безобразий Которые Были записаны Преступниками Из Российский федеральный центр Судебной экспертизы При Минюсте России Вот люди Которые Составляли экспертизы Фальшивые экспертизы Намеренно фальшивые Мотивированные Только тем Что надо было Удовлетворить Начальство Вот кто Является Экспертами По делу Владимира Васильевича Квачкова Это бойцов Александр Александрович Он имеет Непонятную Квалификацию По высшему образованию С одной стороны По специальности Филолог С другой стороны По направлению Как написано В деле Юрист Не указано Когда и какое Учебное заведение Закончено Какой факультет Закончен При этом Эксперт имеет Стаж работы Всего два года Успеем Каким-то образом На это время Пройти подготовку По судебной Лингвистической Экспертизе Где Кем его Квалификация Подтверждана Ничего нет Никаких Сведений О научной Деятельности Каких-либо Публикаций Эксперта Нет Соответственно Отсутствует Сведения О способности Самостоятельно И беспристрастно Использовать Научные Методики Исследовать Общеизвестным Принципом При научном Анализе Текста Фотографии Этого Человека Я не нашел В сети Ну наверное Он проявится Еще Ну такие подлецы Они как-то Должны И в следующих И в других случаях Принимать участие Рано или поздно В сети Мы его найдем И покажем Лицо этого человека Вот эксперт Секераж Татьяна Николаевна Имеет высшее образование Как психолог Но при этом Является кандидатом Юридических наук Указанный Экспертный стаж С 94-го года Относится К неизвестной Квалификации То ли психолога То ли юриста Никаких сведений О научных работах Эксперта нет Как нет и сведений О том Какое И когда Закончено Учебное заведение И по какой Специализации Таким образом Наличие у эксперта Профессиональных знаний В соответствии С декларируемыми Статусами Ничем не подтверждено Наличие знаний Необходимых При подготовке Конкретно данной Экспертизы Также не подтверждено Внешность У Татьяны Секераж Не вызывает Каких-то Негативных чувств Вполне Миловидная дама Но видимо Душа там Сгнила Просто до корней И я думаю Кандидат политических наук Со специализацией Политической культуры И идеологии Указан стаж работы 9 лет Но в неизвестном статусе И с неизвестным опытом Указан статус Третий класс Государственной службы Также с неизвестным опытом И сроком работы Формальные статусы Не позволяют Однозначно судить О том Что квалификации Профессиональные знания Эксперта Соответствуют Поставленным перед ним Задачам Вот внешность этого человека Достаточно говорит о нем Здесь что-то такое ненормальное Здесь что-то Вызывающее Неуважение И подозрение в том Что человек Не вполне верно ориентирован По всем направлениям Которые связаны С личной идентичностью В подробности мы не будем вступать Просто посмотрите На это лицо Это приятель Следующего эксперта И числится В разных дискуссиях Совместных с ней Видимо взаимоприятных Эксперт Элбакян Екатерина Сергеевна Это ключевой эксперт По экспертизе Против Квачкова Она квалифицирована Как религиовед Но отсутствует Сведения о высшем образовании И специализации По высшему образованию Указан срок работы По специальности Религиовед С 1985 года Что не может соответствовать Действительности Поскольку во второй половине 80-х годов Эксперт мог работать Только по специализации Научный атеизм Указан научный статус Доктор философских наук Но не указана специализация По защите диссертации Не приведены научные публикации Которые свидетельствовали бы О наличии необходимых знаний Указан статус профессора По кафедре социологии Управления социальными процессами Причем здесь религиоведение непонятно Который не позволяет установить Занимается ли эксперт Проблемами религиоведения Или ограничивается социологическими темами Ведет ли научную работу Указан статус директора Центра религиоведческих исследований Но не указано В каких исследованиях Эксперт принимал участие Нет ссылок на публикации Вот лицо этой дамы В таких кудряшечках Полненькое лицо Тоже пока еще не потерявшее Миловидности молодости Но то, что это персонаж Совершенно искалеченный изнутри В этом нет никаких сомнений Мадам Элбакян Принимала участие В религиоведческой экспертизе Якобы имея в этом деле Какую-то квалификацию Защищая при этом Откровенных сатанистов Свидетелей Иеговы И таким образом Мы можем судить О том, каково качество Экспертизы В отношении Владимира Васильевича Ковачкова Это абсолютно безграмотный С точки зрения религиоведения И вообще всего, чего касается Этот человек Эксперт Эксперт, специально привлеченный Именно как абсолютно невежественный Несмотря на то, что Экспертам предложено Проанализировать текст Имеющий характер Политического воззвания В виде обращения С элементами Религиозно-нравственной риторики Принадлежащей авторству Далеко неординарной личности Находящейся в неординарных обстоятельствах В местах заключения Комиссия вот из этих лиц Оказалась составлена из людей С двойственными и неясными статусами Без каких-либо формальных признаков Хотя бы минимального знакомства С темой воззвания Если сотрудники Центра судебной экспертизы Хотя бы в какой-то мере Могли оценить Юридические последствия Своих ошибок и несуразец Связанных с несоответственными Их квалификацией Поставленным перед ними задачам То привлеченные эксперты Также имея Весьма смутные Квалификационные признаки Явно не могли оценить Даже этих последствий Полагаясь на формальные статусы Которые никто Включая суд Исследовать не собирался Вместе с тем сотрудники Центра судебной экспертизы В качестве экспертов В области К которой относятся Анализируемые видеообращения Являются заведомыми профанами А их квалификация Лингвиста и психолога Не имеет никакого отношения К данной области Таким образом Одни эксперты Оказываются непригодными Для задач экспертизы По профессиональной специализации А другие По неспособности Или нежелания Понять цену ошибки Которые в подобных случаях Более чем вероятно Точнее почти всегда Совершается И ошибка эта намеренная Несмотря на то Что эксперты Дали подписку Об ответственности Задачи заведомо Ложного заключения Исходя из их статусных позиций Эксперты почти С неотвратимой неизбежностью Могли дать только Заведомо ложное заключение Незначительная вероятность Избежать этого Могла быть заложена Только в морально-нравственных Принципах Которые не позволяют Специалисту Делать произвольное Умозаключение И оценивать то Что находится За пределами Его профессиональных знаний К сожалению Эксперты оказались Далеки от принципов Профессиональной этики Которая не позволяет Специалисту Браться за дело Которое он Не сможет выполнить С должным качеством И сделать обоснованные И надежные выводы Это я читаю Еще раз напомню Мое мнение Специалиста Которое не прозвучало В суде Потому что Военная коллегия Верховного суда Отказалась Выслуживать специалистов И совершено Еще одно преступление Фактически Защите Не дано возможности Которые предоставляются При защите Гражданина В случае Когда меняется Формула обвинения Формула обвинения Была резко изменена Экспертиза Стороны обвинения Была Представлена суду Экспертиза Со стороны Защиты Не была Представлена суду Все превратилось В фарс Решение незаконно Все кто соучаствовал В принятии этого решения Являются Уголовными преступниками Все судьи Все эксперты Прокурор Следователи Оценка Качества Подставленных Перед экспертами Вопросов Моя оценка Из экспертного заключения Следует Что вопросы К экспертам Были сформулированы Судьей Приволжского Кружного Военного суда Ледневым Само обращение К экспертам С обязанностью Привлечения К экспертизе Политолога И религиоведа Говорит о том Что судья В теме Будущего исследования Не разобрался И затрудняется Поставить перед Экспертами Квалифицированные И точные Вопросы Как следует Из заключения К существу Дело Поставленные Судьей Ледневым Вопросы Не относятся Они усложняют И удлиняют Исследования Ненужными Отвлечениями Хотя Квалификация Судьи Не позволяет Предполагать Его наивность И непонимание Того На какую статью Уголовного кодекса Он собирается Переквалифицировать Исходно Выдвинутое Обвинение Против Подсудимого Квачкова Политический Характер Статья 282 Общеизвестен И не прекращает Обсуждаться И осуждаться Всеми Кто хоть В какой-то Мере Осведомлен О правоприменительной Практике По данной Статье Соответственно Вопросы Судьи Должны были Касаться Именно Диспозиции По данной Статье Сама Переквалификация Дела Выглядит Крайне Сомнительный И подменяющий Совершенно Очевидную Нелепость Исходного Обвинения А исходное Обвинение Было В призывах К свержению К насильственному Свержению Государственного Строя Доказано Что это Нелепость Несмотря На то Что вместе С запросом На дополнительную Экспертизу Центра Судебной Экспертизы Были направлены Материалы Судебного Допроса Экспертов Шилкина И Рогачевой И копия Составленного Ими Заключения А также Показания Специалистов Сулакшина И Савельева Данные Суду По просьбе Защиты Ни в вопросах Ни в экспертном Исследовании Эти документы Никак не затронуты Эксперты Их не изучали Что является Прямым указанием На возможность Фальсификации Как самого дела Так и заключения Центра Судебной Экспертизы По нему Фактически Судом А затем Экспертами Полностью Проигнорирована Иная точка зрения Представленная Квалифицированными Специалистами И когда мы говорим Путин или Квачков Да конечно же Квачков Конечно же Мы бы выбрали Квачкова Президентом А Путина Мы бы посадили В тюрьму Это действительно Экстремист Который действует Против интересов Нации И государства Конечно Это так Если мы Задаемся Этим вопросом Далее Следуем Вопросы суда Не имеют отношения К диспозиции По исходной Статье Обвинения 205.2 Ни к переквалификации На статью 282 Если вопрос О побуждении К каким-либо Насильственным Или дискриминирующим Действиям Еще имеет Какое-то отношение К указанным Статьям То совершенно За пределами Соответствующих Диспозиций Находятся вопросы О ситуационно-временном Периоде Об адресате Видеообращения Группе или личности О группах лиц Связанных Политическими Убеждениями И политических Убеждениях Автора О нормах Коммуникативной Этики О влиянии атрибутики На восприятие Обращения Об обвинении Высших должностных Лиц В каких-либо Негативных Действиях Напротив Все эти вопросы Демонстрируют Политическую Заданность Судебного Процесса Позиции Судьи Леденева И этого Не могли не заметить Эксперты Выполнявшие Не свой Профессиональный Долг А сфабрикованный Под видом Вопросов Суда Заказ И это Свидетельствует Не только О фальсификации Экспертизы Но и фальсификации Всего судебного Процесса В примечаниях К вопросам Распределена Компетенция Экспертов Оказывается Что комплексность Экспертизы Является Фикцией Мнение Экспертов Может быть Высказано Совокупно По всем Четырем Специализациям Только в ответах На вопросы 2, 8, 10 Таким образом Экспертиза Фальсифицирована И в части Коллегиальности Разрешения Исследовательских Задач При этом Лишь вопросы 2, 5, 8, 9, 10 Имеют Какое-либо Юридическое Обоснование Относясь К диспозициям Соответствующих Статьев Уголовного Кодекса Это говорит Об отсутствии У судей Леденева Понимания Своей задачи И неправильной Постановки Задачи Перед Экспертами Которые В свою очередь Оказались Не способны Исполнить Свой профессиональный Долг Исследование Политолога Козлова С позволения Сказать Политолога С позволения Сказать Исследование О фальсификации Экспертизы С очевидностью Говорит Три абзаца Посвященные Методикам Исследования Со ссылками На десятки Фамилий Ученых Чьи работы Ни в малейшей Степени Не привлекались Экспертам Как нигде Не замечено И применение Заявленных Им методов Интерактивного Подхода Дискурсивного Анализа Социологии Знания Эти три абзаца Явно изъяты Из какой-то Типовой публикации Эти авторитеты К экспертизе Не имеют Никакого отношения И эксперт Не опирается На их работы Экспертиза Козлова Правильно Определяет Автора Видеообращения Как политика А самого Видеообращения Как пропагандистский Материал Но пересказ Идеологических Воззрений Автора Видеообращения Лишен Какого-либо Анализа Эксперт Явно Незнаком Ни с другими Сочинениями Владимира Васильевича Квачкова Ни вообще С политической Литературы Национально-патриотического Православно-патриотического Лагеря И не в состоянии Понять К кому И зачем Обращается Автор Совершенно невежественный Эксперт В анализе Идеологий О которых Он Несмотря на свой Статус Кандидата Политических Наук Имеет Весьма Смутное Представление А классификацию Идеологии Дает Абсурдную Подразделяя Их На Консерватизм Социализм Национализм И терроризм Эта Классификация Противоречит Общепринятой Внесенной В большинство Политологических Учебников Смотри Например Стереотипное Издание Политология Курс лекций Под редакцией Доктора Юридических Наук Профессора Марченко Третье Издание Издательство Зерцало 1999 Лекция 9 Политическая Идеология Эксперт По недоразумению Или намеренно Пропустил Идеологию Либерализма И приписал К идеологиям Терроризм Как и в этнологии Определяющим В существовании Субъекта Является его Самоназвание Носители Идеологии Терроризма Которые Называли бы Таким образом Свои взгляды Неизвестны Называя взгляды Квачкова Экликтичными Эксперт Козлов Не приводит Никаких доказательств Этому утверждению Поскольку Не представляет себе Ни что такое Идеальные Мировоззренческие Комплексы Ни что такое Реальная политика Всегда уклоняющаяся От чистых форм Пригодных Лишь для научных Классификаций К невежественности Эксперта Козлова Прибавляется Его ангажированность Подчиненность Задачи Доказать Наличие признаков Преступления В словах Квачкова Утверждая Что слова Квачкова О том Что в случае Отстранения От власти Высшего руководства России И начала Боевых действий На территории страны Из осужденных Будут формироваться Добровольческие Штрафные батальоны Народного ополчения Это в кавычках Могут рассматриваться Как террористическая Деятельность Участие В незаконном Вооруженном Формировании Не предусмотрено Федеральным Законом Часть 2 Стратия 208 И так далее О противодействии Терроризму Эксперт Проявляет Невежество Поскольку В данном случае Не указан Субъект Формирующий Эти батальоны Если это Законные Органы Власти Никакого Противоречия Закону Не возникает В принципе Об их вооружении Не сказано Вообще Ничего Удивительно Что эксперт Находит в себе Силы признать Что никаких Призывов О вступлении В такие батальоны Во вращении Квачкова Нет Эксперт Козлов Полагает Вырванными Из аутентичного Контекста Принеменяемые Квачковым Термины Иго Иудейская Кабала Жидовская Поганая Нечисть И нерусь Что свидетельствует О том Что эксперт Не знаком С современной Русской Православной Патриотической Публицистикой Полагая Слово Жид И нерусь Устаревшими Эксперт Не приводит Этому доводу Никаких Подтверждений Опровергает Это утверждение Постоянное И массовое Утребление Употребление Этих слов Многими Русскими Публицистами Правда Пишущими Преимущественно В сети Интернета И имеющими Читателей Лишь в определенном Секторе Общественно Политических Предпочтений Это неудивительно Поскольку Русские издания Практически Полностью Уничтожены В результате Политических Репрессий Последних Двух Десятков Лет Тем не менее Слово Жид И андокоренные С ними Слова Широчайшим Образом Представлены В русской Классической Литературе И даже В названиях Произведений Русских Литературных Классиков Пушкин Достоевский Тургенев Лесков Куприн И так далее А также В переводах Мировой Классики Смотри Переводы Венецианского Купца Шекспира Ответы Эксперта На вопросы Судьи Не имеют Никакого Научного Обоснования И демонстрируют Отсутствие Эксперта Понимания Его задачи Подтвердить Или опровергнуть Наличие В тексте Видеообращения Классикова Диспозиции Той или иной Уголовной Статьи Эксперт Пускается В рассуждения Которые Никак Не связаны С данной Задачей И совершенно Произвольно Объявляет Что в Видеообращение Имеется Описание Террористической Деятельности Хотя и нет Ее оправдания Или призывов К ее осуществлению Маломальски Грамотному И элементарно Порядочному Человеку Без всякой Политологической Подготовки Понятно Что в видеобращение Квачкова Является Прогнозом Краха Российской Государственности Под давлением Жидолибералов В кавычках И описанием Возможных Действий По защите Родины Со стороны Русских Националистов Назвать защиту Национально-государственных Интересов Гражданами Описанием Терроризма Может только Окончательно Потерявший Нравственные Ориентиры Человек И это Обстоятельство Приводит Нас к выводу О профессиональной Недееспособности Эксперта Козлова Который ставит Научную истину В зависимость От пожеланий Начальства Утверждение Эксперта Козлова О том Что в видеобращении Имеются признаки Указывающие На побуждение К отстранению От управления Государством Действующим На тот момент На момент Размещения Ролика Государственной Власти Российской Федерации В форме Критики Власти Об объявлении Ее умысла Преступным Не указывают На криминальный Характер В видеобращения Поскольку критика Сколь бы жесткой И даже несправедливой Она не была Не преследуется Российским Законодательством Побуждение К отстранению От управления Может предполагать Законный путь Утверждение О преступности Действующей власти Может быть Обоснованным Или необоснованным Это обстоятельство Не позволяет Трактовать Доводы эксперта В подтверждении Законности Обвинения Владимира Васильевича Ковачкова Как и утверждение Эксперта О том Что в видеобращения Имеются признаки Возбуждения Ненависти Группе лиц По политическим Убеждениям Политическим Противникам Ковачкова Ненависть И вражда В отношении Политических Противников Средствами Пропаганды Являются признаком Политики Вообще Смотри Классическую Работу Карл Шмидт Понимание Политического Вместе С тем Надо отметить Что эксперт Козлов В ряде случаев Правильно оценивает Представленный Ему для анализа Текст Определяя Его Как программный Политический Документ Посвященный Критике Власти И лично Владимира Путина Что Разумеется Не является Криминальным Действием И не может Быть причиной Для уголовного Преследования Автора Видеообращения Из этого Обстоятельства Следует Опровержение Всех Возможных Доводов Так называемой Экспертизы Центра Судебной Экспертизы Минюста Которая Является Заведомо Ложной Как и Ее Интерпретацией Послужившей Для противозаконного Решения Приволжского Военного Суда В отношении Владимира Васильевича Квачкова Также Опровергают Все домыслы Прочих Экспертов Утверждение Эксперта Козлова Что В объекте Исследования Не имеется Непосредственного Наименования Уничижительным В политическом Дискурсе Терминами Жит Поганой В целях Пропаганды Исключительности Превосходности Неполноценности Человека По признаку Расы Национальности Языка Происхождения Принадлежности К какой-либо Социальной Группе Наименование Оскорбительными Терминами Какой-либо Группы Лиц Объединенных По признаку Расы Национальности Очков подразумевает Приезжих Мигрантов Либеральный Олигархат Государственную Власть Лично Президента России ВВ Путина А вовсе Не те группы Которые Перечислены В диспозиции Это уже Я добавляю Себя 282 Статик Которые Выдумывают Другие Эксперты О чем Будет сказано Ниже Если мнения Экспертов По какому-либо Вопросу Разошлись То суд Был Обязан Трактовать Расхождение В пользу Подсудимого А не ориентироваться На суждения Удобные Для Обвинительного Решения Этот подход Следует Из общепринятых Научных Методик Один единственный Контрпример Опровергает Общее правило Которое Пытаются Доказать Большим Количеством Подтверждающих Примеров Экспертиза Объявив Общие Выводы Будь то бы Обобщающие Выводы Экспертов Пошла против Этого Общепринятого Науки Правила А суд Не имея Достаточных Профессиональных Знаний И попирая Юридическую Норму Трактующую Все сомнения В пользу Подсудимого Вынес Заведомо Неправосудное Решение Если бы К этому Прислушались Представители Военной Коллегии Верховного Суда То решение Было бы Другим Но они Прислушаются К мнению Своего Начальства То есть Политизировали Решение И вышли За пределы Юридической Практики Исследование Религиоведа Элбокян Как и в Политологическом Исследовании Методологическая Часть Является Абсолютно Ничтожной Не имеющей Отношения К исследованию И ложно Объявляющей Что автор Экспертного Исследования Применял Такие методы Как Системный Метод Германифтический Метод Корпоративный Метод Структурно Функциональный Анализ Типологический Метод И феноменологический Метод Все эти методы Пригодны для Сложных Религиозных Текстов Или текстов Древних Культурок О которых Сохранилось Очень мало Информации Фактически В таких Случах Речь Идет Об изучении Далекого От современной Культуры Текста И в условиях Дефицита Информации Текст же Анализируемого Видимого Обращения Является Предельно Простым Ясным Всякому Носителю Русского Языка Находится В рамках Общедоступного Общественно Политического Дискурса И для его Понимания Требуется Применение Лишь самых Элементарных Логических Умозаключений Проблемы В понимании Возникающие У человека Далекого От русской Православно-патриотической Лексики Могут быть Разрешены Лишь обращением К практике Применения Соответствующих Терминов А вовсе Не домыслами Эксперта По поводу Изолированного Текста Что мы видим В экспертизе Элбакяна Некомпетентность Эксперта Выражена В списке Литературы Которую Он приводит Но ни разу На него Не ссылается Список Состоит Из словарей Энциклопедий Учебников И собственных Сочинений Эксперта Что выглядит Как попытка Выдать Бездоказательные Суждения Без каких-либо Ссылок На обширную Литературу По религиозно-нравственной Религиозно-политической И собственно Религиозной Тематике Которая должна Быть привлечена Для рассмотрения Поставленных Вопросов Если они Ясны Не только суду Но и самому Эксперту Как будет показано Ниже Эксперт оказался Полным профаном В той религиоведческой Сфере Которой он Посмел касаться Не имея Представления О содержании И смыслах Религиозных Текстов Которые многократно Трактовались В русской литературе И публицистике Представляя широкую Гамму смысловых Оттенков Совершенно Недоступную Эксперту Элбакян В рамках Ее научно-атеистического Подхода Чуждого Даже враждебного Православию И русской Общественно-политической Мысли На фальсификацию Экспертизы Указывает Длинный пассаж Элбакян О том Что в ее Представлениях Составляет Религиозный Комплекс Эта часть Экспертизы Не имеет Никакого отношения Как стоявшие Перед экспертом Задачи И предназначена Лишь для того Чтобы эксперт Пренебрежительно Отозвался О религиозных Воззрениях Русского Православного Политика Владимира Васильевича Квачкова Действительно Верующего И хорошо Знакомого С православной Догматикой Чего не скажешь О научном Атеисте Элбакян Читающий Но не понимающий Православный Текст А потому И не способный Понять смысл Видеобращения Квачкова Элбакян Высказывает Совершенно Антинаучное Представление О религии Которая По ее мнению Обособлена В обществе В секту Где только И возможно Религиозное Мышление А в сознании Человека В какой-то Отдельный Сектор Мышления Откуда Другие Сектора Не снабжаются Ни символами Ни смыслами Это соответствует Представлениям Сектанта Но не религиозного Человека И не ученого Коммуникация Между людьми И целостность Личности Означает Что религиозные Воззрения Оказывают Воздействие На все Сферы Жизни Общества И на все Области В которых Может Помыслить Человек Соответственно Политизация Религиозной Мысли Именно поэтому Для православных Верующих Участие В общественных Организациях И создание Общественных Объединений Политического Толка Является Столь распространенным Что трудно Встретить Православного Человека Который Не рассуждал О политике А если он Действительно Придерживается Православной Догматики То все Его мышление И в том числе О политических Вопросах Пронизано Православием Что мы и видим В видеообращении Квачкова И чего В помине нет У эксперта Элбакян Удалившийся В ей уже Самой придуманную Секту Религиоведов Откуда Поучают Действительно Верующих Православных Людей И обличают Их в отсутствие Не только Развернутого Академического Но и бытового Повседневного Представления О религии Ненависть Эксперта Элбакян К православию И к русскому Политическому Движению Выражена В словах О том Что для Квачкова Православие Не духовная Траниция А всего лишь Удобная Для русско-националистических Представлений Идеология При этом Идеология Агрессивная Где русофильство Оправдывает Агрессивное Неприятие Других народов И уничижительные Их именования И характеристики Например Евреев Про евреев Не было ни слова В этом обращении Это не только Ничем не обоснованное Суждение Но и прямое Оскорбление Как самого автора Видеообращения Так и всех Кто причисляет себя К русским националистам И русофилам Имея совершенно Превратное представление О православии От того и о русском Мировоззрении В целом Эксперт Элбакян Приводя несколько Цитат Из видеообращения Объявляет Что такой подход Православию Несвойственен Разумеется Ничего не обосновывая И это отражает Общий подход Эксперта Антинаучный Невежественный Циничный И даже Нагло циничный Столь глубокий Аморализм Эксперта Не позволяет Ему выполнить задачу Которую Без труда Решил бы Просто честный Образованный человек Знакомый С основами Православной веры И читающий Православную Публицистику И догматические Сочинения Совершенно безграмотно С точки зрения Политической Антропологии Выглядит Объявление Элбакян Русских Этнической Характеристикой А россиян Гражданской Путаясь В этих понятиях Элбакян Объявляет Что путается Квачков Впрочем Эта тема Не имеет Никакого отношения К вопросам Суда Достаточно Лишь напомнить Общеизвестную Истину Что русские Уже Несколько сот Лет Не этнос Поскольку Образовали Своё государство Россию И тем самым Отличились От этносов Которые Не характеризуются Наличием Государства Число этносов На планете Более чем В сто раз Превосходит Число государств Что касается Слова россияне Оно вообще Является В современной Лексике Искусственным Взятым Из поэтического Пафоса 19 века И приспособленным К попыткам Создать Иллюзорную Идентичность Вытеснив Русскую Идентичность В духе Советских Времен Когда русских Пытались Сделать Советскими Невежественные Суждения Элбакян Продолжаются Утверждением О том Что христианского Социализма Нет и не может Быть Со ссылкой На Маркса И СССР Как будто Кроме Маркса В природе Не существовало Никаких других Социалистов И никаких других Социалистических Идей Кроме Марксистского Мракобесия Будто Социализм Существовал Только В СССР Термин Христианский Социализм Широко Известен В политологии Идеологии И истории Христианского Социализма Имеется Обширная Библиография Приведенная Например В Википедии Элбакян Это неведомо Эксперт Продолжает Насыщать Своё Исследование Подобными Безграмотными Суждениями Так и Не удосуживаясь Концентрироваться На подставленных Судом Вопросах Нервические Замечания Неподкрепленные Ссылками На текст Видеообращения Приводит Элбакян К клевете К утверждению Что Квачков Прямо Призывает К борьбе С инородцами И иноверцами Ничего подобного В видеобращения Нет И это Отмечено Другими Экспертами Ложным Ничем Не подтвержденным Суждением Эксперта Является Заявление О том Что позиция Квачкова Противоречит Конституции Российской Федерации Подтверждение Этой фантазии Сгустившейся Из ненависти Лично к автору Видеообращения И его мыслям Столь же безграмотно Элбакян Объявляет Что Владимир Васильевич Квачков Относится К социальной Группе Националистов С эклектическими Политическими Убеждениями Представляющие С собой синтез Идей народной Монархии И социализма С апеллированием К религии Такой социальной Группы нет И никогда не будет Это характеристики Группы Которые приводят Элбакян Являются Исключительно Мировоззренческими Политическими Но никак не социальными Кроме того Фантазии Элбакян Развиваются Из самоотнесения Квачкова А не из каких-либо Исследовательских Выводов На которые Элбакян Просто не способна Абсолютно Антинаучной И бессовестной Является Интерпретация Элбакян Слов Квачкова Об освобождении От игоюдейского От кабалы-жидовской От прочей поганой Нечисти Неруси Захватившие Москву И другие Наши города И села По утверждению Элбакян Здесь налицо Негативное Восприятие Евреев Видимо Эксперт Реагирует На слова Иудейский И жидовский Если так То эксперт Отождествляет Евреев С иудеями И евреев С жидами Что противоречит Словарным Значениям Этих слов И эксперт Обязан знать Эти значения Во всем их Разнообразии А не ссылаться На контекст Который Эксперт Не только Не изучен Но даже Не понят Также Эксперт Полагает Что из Какого-то Контекста Никаких Доказательств Эксперт Не приводит Следует Что поганая Нечисть Это все Неправославные Откуда У эксперта Возникают Эти фантазии Одному Богу Известно И с какой Стати У эксперта Возникает Мысль О том Что все Эти слова Означают Объявление Какой-то Неполноценности Неких Групп Ни малейших Доказательств Не приводится Вместо Экспертизы Налицо Просто Ни на чем Не основанные Утверждения Или поток Слов Поток Изувеченного Сознания Изувеченного Бессовестностью Эксперт Толбакян Лишина Способности К элементарной Логике И видимо Плохо Понимает Русский Язык Путая Прогноз С оценочным Суждением Так Слова Ковачкова После победы Нас Рано или поздно Ожидает Религиозная Война Русскоцентричной Христианской Европы Война Белой Расы С новоявленной Азиатской Ордой Подло Прикрывающей Знаменем И слава Интерпретируется Как положительная Оценка Враждебных Действий Одной Группы Лиц По отношению К другой По признаку Национальности И отношения К религии Где В приведенной Фразе Имеется Положительная Оценка Ее нет Эксперт Объявляет Подобный сценарий Религиозная Война Со всей очевидностью Предполагает Враждебные Действия Одной Социальной Группы Против Другой По религиозному И национальному И даже Рассовому Признакам Таким образом По мысли Албакян Любой прогноз Возникновения Войны Вражды Насилия Автоматически Является Одобрением Войны Вражды Насилия При подобной Способности К анализу Албакян Не стоит заниматься Наукой А ученому Сообществу Разумно Было бы Освободить Ее От ученых Степеней И званий Пространные Рассуждения Албакян О православии Кардинально Расходят С учением Христа И являются Для православного Человека Совершенно Неприемлемыми Ее утверждение О том Что Новый Завет Объявляет Главной Чертой Блаженства Самоуничижения Личности Это Выпиющее Произвольное Суждение Оскорбляющее Православных Людей Наконец Албакян Перевирает Канонический Текст Нового Завета Цитируя Его С грубой Ошибкой Пишет Не протився Злу Вместо Не протився Злому Имеется Ввиду Злому Человеку Злому Поступку Предположение О том Что учение Христа Предполагает Не противиться Злу Является Высшей Степени Вежественным Напротив Христианство По своему Смыслу Является Целиком И полностью Сопротивлением Злу Обязанность Христианина Противиться Злу Всеми Силами Смык Классическую Работу Ивана Ильина О сопротивлении Злу Силою Христианское Смирение Имеет Совершенно Другую Природу О которой Албакян Ничего Неизвестно Излагать Здесь Основы Христианского Вероучения Не имеет Смысла Достаточно Констатировать Что Религиовед Албакян Имеет О христианстве Самые Превратные Представления А потому А политическая Оценка Слов Из Видеообращения Квачкова Отождествление Евреев С жидами Нерусских С нерусью Иноверцев С нечистью Людей Другой Расы С азиатской Ордой Отражает Политические Позиции Албакян А не Какую-то Научно Обоснованную Истину Как Эксперт Албакян Обязан Знать Значение Слов Но не Желает Их знать Подменяя Одни слова Другими И делая И неправославную Эксперт Так и пишет Не отдельно Хотя Нерусская И неправославная Пишется По канонам Русского Языка Вместе Является Просто Клеветой Именно Клеветой Основанием Для которой Является Личная Ненависть Албакян Ко всему Русскому И православному Что защищает Автор Видеообращения Личная Ненависть Недосвысленно Выраженная Экспертам Не позволяет Принимать Всерьез Его утверждения Они не могут Лежать В основе Какого-либо Судебного Решения Находясь В каком-то Своем Сектантском Мирке Албакян Изобретает Общность В кавычках Евреи Касая черта Иудаисты Которая Никогда Не существовала И не может Существовать В данном Случа Крусофобии И антиправославным Взглядом Эксперта Добавляется Еще и Антисемитизм Поскольку Термин Иудаисты Является Явно Негативным Не на Исповедующих Ислам А на Радикалов Которые Искажают Ислам Используют Его в Политических А то и В террористических Целях Как пишет Квачков Азиатская Орда Подло Пригрывающая Знамя Ислам По отношению К этой Орде Действительно Исламизм Может быть Термин Может быть Применен Кроме Того Евреи И Иудеи Общности Разные Первая Этническая Вторая Религиозная Очевидные вещи Эксперт Забывает Будучи Ослеплен Ненавистью К автору Видеообращения Не умея Строить Логические Цепочки Албакян Ограничивается Бездоказательным Утверждением Приведенные Выше Высказывания Свидетельствуют Сами по себе Высказывания О чем не Свидетельствуют Если речь Идет об Экспертизе Но в данном Случае Условие Признания Всего этого Бездоказательного И безграмотного Потока Утверждений Предопределена Поставленным Перед Экспертом Заданием Напиши Что угодно Все равно Сгодится Далее Психолингвистическая Экспертиза Необходимость В мнении Психолога И лингвиста При анализе Текста Видеообращения Полностью Отсутствует Что подтверждается Текстами Написанными Экспертами Бойцовым И Секераж Не содержащими Никаких признаков Научных методик И представляющих С собой Частные Суждения Со ссылками На мнение Политолога И религиоведа Которые Были описаны Мною выше Фактически Все методики Данных Экспертов Сводятся К подтасовке При анализе Текста Видеообращения Они заменяют В нем Слово Жит И однокоренные С ним На слово Еврей И однокоренные С ним В итоге Неизвестно Откуда Появляется Группа Уже Не евреев А евреев Черточка Иудаистов Подобная Методика Изобличает Экспертов В умысле На фальсификацию Экспертизы Повлекшей За собой Незаконное Осуждение Квачково Приворским Военным Судом Судом Первой Инстанции Как таковой Психолого Лингвистическая Экспертиза В документе Представленном Суду Не обнаруживается Есть Изолированные Мнения Двух Экспертов Не интегрированные В какие-то Обоснованные Суждения Но и Эти Обособленные Суждения Не имеют Никакого Научного Основания Как и Привлеченные Эксперты Вот эти Двое Так называемый Политолог Так называемый Религиовед Сотрудники Центра Судебной Экспертизы Ссылаются На научные Методики Которые Они при Проведении Исследования В действительности Не используют В этом Исследовании Нет Никакого Семантического Анализа Семантической Декомпозиции Синонимической Перефазировки Словарного Метода И реферирования А также Метода Функционально Прагматического Анализа Ровно Как и Анализа Коммуникативной Деятельности Критериально Ориентированного Мотивационно-целевого Анализа И анализа Социально-психологической Направленности Материалов Нет ничего Подобного В этих Безграмотных Суждениях Этих Экспертов Нет Ни в малейшей Степени Что подтверждается Отсутствием Ссылок Авторов На литературу В которой Разработаны Подобные Методы Отсутствие Ссылок На тот или иной Метод Анализа При обращении К тексту Видеообращения Абсолютно Бессодержательным Является Список Привлеченной Литературы На которую Эксперты Ни разу Не сослались С указанием Страниц Или разделов Которые Подтверждали Боих доводы В списке Содержатся Учебные Пособия Которые Пригодны Лишь для Образовательного Процесса В списке Приводятся Словари Но Эксперты Ими Почти не пользуются А когда пользуются То это либо Лишено Какого-либо Смысла Либо изучение Всей полноты Значений В соответствующих Контекстах Отсутствует Эксперты Даже не пытались Найти В различных Словарях Значение Слова Жид А уж Прояснить Для себя Что такое Жидолиберальный Они просто Не в состоянии В силу Полной атрофии Профессиональной Этики Все что Отыскал По этому вопросу Лингвист Бойцов Жид Разговорно Сниженное Презрительное Название Еврея Ему не вдомек Что это лишь Одно из множества Значений Которые можно найти В словаре Владимира Даля Или вынести Из контекста Словоупотребление В русско-классической Литературе Отсутствие у экспертов Специальных знаний И наличие у них Установки на фальсификацию Экспертизы Приводят к методике Простой подмены Одного слова Другим И выводом На основе Такой подмены В исследовании Содержится Заведомо Ложная информация Эксперты объявляют Что страница В сети интернет Содержащаяся Видеозапись Обращения Квачкова Является Общедоступной Между тем Запись С названием Квачков В ИК Черточка 5 Мордовия Эксперты В сети Видеть не могли Поскольку Она удалена Из сети За несколько месяцев До того Как они получили Задание провести Исследование Столь же лживым Является утверждение О том Что данная страница В сети Является Общедоступной То что отсутствует В сети Общедоступным Не является Из материалов дела Невозможно Сделать вывод О том Что указанная страница Когда-либо Была общедоступной Для подобного Утверждения Потребилось бы Показать Что лица Просматривавшие Видеофайл Не относятся К какой-либо Узкой группе А информация О месте Размещения Данного файла В сети Широко распространена В качестве аналогии Можно представить себе Пачку из тысячи листовок Которые положенные В подъезде На подоконнике И несколько жителей Подъезда Взяли себе По экземпляру Теоретически Листовка Доступна Любому Поскольку Доступ К ним Не ограничен Но об их существовании Проинформирован Только узкий Круг лиц Следовательно Практически Они оказываются Доступными Именно этому Кругу лиц Из этой аналогии С очевидностью Следует Что без Широкого распространения Информации О видеофайле Он не мог Быть общедоступным На что и указывает Незначительное число Просмотров На скопированных В делах Копиях С экрана Монитора Доказать Что до Удаления Видеофайла По указанному Адресу Он был Просмотрен Значительным Числом Пользователей Теперь невозможно Соответствующих Доказательств В деле Нет Но можно сказать Что само Преследование Владимира Васильевича Квачкова Привело к тому Что его Видеообращение Стало широко Известным То есть Оно распространено Силами Следствия Суда И вот этих Экспертов И стало Действительно Известным Лингвист Бойцов Не будучи Специалистом Формулирует Суждение Опираясь На религиозный Анализ Но домысливая При этом Обобщающий Тезис О том Что текст Видеообращения Не относится К религиозному Дискурсу В том числе Соответственно Не является Проповедю Молитвы Исповедю Или другим Религиозным Текстом Подобный Тезис Абсолютно Безосновательен Поскольку Религиозный Дискурс Православно-патриотической Публицистике Может быть Либо частью Публицистического Материала Либо его фоном Ни эксперт Албакян Ни эксперт Бойцов Не имеют Об этом Ни малейшего Представления Подскольку Вообще Не знакомы С православной Публицистикой И не владеют Методами Ее анализа В частности Не способны Вычленять Религиозный Дискурс Из общественно-политического Текста Данный Дискурс Как раз Характерен Тем Что Не является Ни молитвой Ни проповедью Ни исповедью Предположение о том Что можно опубликовать Религиозную исповедь Безграмотная фантазия Лингвиста Бойцова Не понимающего Что есть тайна Исповеди Ни религиозным текстом Поэтому принимать Во внимание Фантазии Лингвиста Бойцова Суд не должен Но в силу Недостаточной Квалификации В затронутых В экспертизах Вопросах Суд Объявивший Приговор по делу Пропустил Все несуразицы В текстах Которые очевидно Малмальски Образованными Человеку Говорящему На русском языке Эксперт замечает Что словосочетания Жидолиберальный Олигархат Иудейская Иго Жидовская Кабала Жидовский Кагал Могли быть Истолкованы Двояко Первое Как негативная Оценка Действий Власти Олигархат Иго Кагал Второе Как негативная Оценка Евреев Иудеев Национальной Группы И их действий В целом В совокупности Таких усилий Чтобы доказать Что иная Трактовка Неприемлема Между тем В вышеупомянутом Политологическом Исследовании Представлена Именно такая Трактовка Речь идет Именно об Оценке Действий Власти Лингвист Не может Себе Представить Что текст Видеообращения Имеет Несколько Планов И Несколько Направлений Для высказывания Критических Суждений Он Обнаруживает Религиозную Лексику И это Приводит К выводу Что все Указанные Словосочетания Имеют Религиозную Направленность В то же время Несколькими Строками Выше Эксперт Уже Объявил Что видеообращение Не является Религиозным Текстом Подобные Противоречия Полностью Обесценивают Мнение Эксперта Указывая На его Неспособность Следовать Элементарной Логике Безо Всяких Оснований Эксперт Бойцов Приписывает Слова Инородцы Инородцы Иноземные Но в данном Случае Вообще Непонятно Что имеет Ввиду Эксперт Впрочем Это непонятно И из Статьи 282 Никаких Объяснений И трактовок Бойцов По этому Поводу Не приводит Слово Инородцы Бойцов Трактует Исключительно В религиозном Духе Что противоречит Его же Утверждению Что текст Видеобращения Не является Религиозным Если это так То под верой Можно понимать Вовсе Не только Принадлежность Какой-либо Религиозной Группе Также Бойцов Бездоказательно Считается Что слово Нерусь Указывает На национальность Что является Полным абсурдом Это слово Может быть Как ругательством Так и указанием На нерусских людей Которые Никакой группы Составить не могут Поскольку Нерусские Не обладают Никакой совокупностью Групповых черт И не имеют Коллективного Самосознания Слово Раса Бойцов Разумеется Также Не понимают Поскольку Никогда Не читал Текстов Содержащих Это слово Между тем Оно Может Относиться Вовсе Некое Антропологическим Различием Что очевидно Следует Из общеизвестных Текстов Например У Судера Шпенглера Закат Европы Что есть Белая раса Ни автор Видеообращения Ни эксперт Не рассматривают И не уточняют Но эксперт В данном случае Использует Это слово Лишь в том Значении Которое Совпадается С заложенным В диспозицию 282 статьи Доказательством Понятно почему Никаких оснований Для того Чтобы найти Такое возбуждение У него Быть не может Его просто Не существует Но эксперту Надо создать Впечатление О негативистских Установках Квачкова Что и Изобличает Эксперта В сознательной Фальсификации Исследования Обвиняя автора В подмене понятий Бойцов Не доказывает Что такая подмена Имеет место И сам Занимается Произвольным Приписыванием Смысла к тексту Который он понял В соответствии С заданием Своего начальства Соучаствующего В организации Политических Репрессий Бойцов Проявляя Функциональную Безграмотность Не в состоянии Понять фрагменты Которые он Пытается анализировать Это всенародная Общерусская задача Освобождения России От Иго Иудейского От Кабалы Ижидовской От прочей Поганой нечисти Неруси Захватившей Москву И другие наши Города и села Для того Кто знаком С православно-патриотической Публицистикой Совершенно ясно Что в данном случае Мы видим призыв К противодействию Геноциду русского народа Осквернению И унижению Православной веры Иго Иудейское Отражает Специфику Присутствие Иудейского Лобби В органах Власти Российской Федерации Которая для Политолога Очевидна И выражена Во множестве Выступления Ралина Берлазара Во встречах Высших Должностных Лиц Российской Федерации С иудейской Общественностью А также Иудизации Русской Православной Церкви О чем Православные верующие Говорят Как между собой Так и открыто Не с честь Подобных Публикаций И комментариев В сети интернет Кабала Жидовская Это Порабощение Русских Православных Людей Носителями Чуждого Антиправославного В кавычках Жидовского Мировоззрения Поганая Нечисть Нерусь Также Чуждые Русским Поработители В которых Нет ничего Русского Нерусь Хотя Они И могут Происходить От русского Либо народу Или группе Объединенной По этническому Или религиозному Признаку Бойцов Фальсифицируя Экспертизу Объявляет Что все О чем говорится В данном предложении Относится к евреям Разумеется Немалейших Доказательств Тому Он не приводит Он приписывает Квачкову Дикую мысль О том Что будто бы Евреи Уничтожают И стремятся Уничтожить русских Но ничего Хотя бы Напоминающего Подобный пассаж В видеообращении Нет Бойцов утверждает Автор не говорит О политической позиции Взглядах евреев Которые Можно было бы Оспаривать А приписывает Их действия Исключительно Негативный характер И направленность На их уничтожение Но в действительности Автор вообще Не говорит ни слова О евреях Он говорит О врагах Русского народа И православия О полной дисквалификации Бойцова Как лингвиста Говорят также Домыслы Которыми он Оснащает Своё исследование Один из них Понимание слова Освобождение Как призыв Это не конкретные Дискриминирующие действия С учётом того Что про еврея В виде обращения Не сказано Ни слова Можно заключить Что бойцов Вообще не владеет Нормами русского языка А его квалификация Лингвиста Является фикцией Также о полном Отсутствии чувства Русского языка Говорят интерпретации Бойцов фразы После победы Нас рано или поздно Ожидает религиозная война Русскоцентричной Русскоцентричной Именно Христианской Европы Война белой расы С новоявленной Азиатской ордой Подло прикрывающейся Знаменем ислама Война в Средней Азии Ему приходится Давать словарное значение Слово подлый В единственном варианте Ему известном Как будто Читающий его исследования Не в состоянии Самостоятельно понять О чём идет речь Интерпретация Бойцовым такова Не белые И азиаты Бесчестные И низкие люди Они являются Противниками Врагами русских В грядущей войне Подобная интерпретация Может быть оценена Как совершенно идиотическая Получается Что словосочетание Азиатская орда Бойцовым распространяется Вообще на всех азиатов То есть На всех жителей Азии Что конечно же Демонстрирует Его полную неспособность Понимать русскую речь Между тем Из данной фразы Совершенно очевидно Что она Прогнозирует войну Между двумя группами Русскоцентричной Христианской Европой Иными словами Белой расы Смотря интерпретация Слова раса У немецких философов Которые не имеют Ничего общего С расизмом И азиатской ордой Подло прикрывающей Знаменем ислама Без всякой лингвистики Ясно Что негативизм В данном случае Не имеет никакой связи Ни с этническими Ни с религиозными различиями Врагов Христианской Европы Квачков видят В орде Которая прикрывается Знаменем ислама Что означает Использование Ислава В неприемлемой форме Свойственной Именно Азиатской орде Азиатщина Общеизвестное слово Означающее Нецивилизованность Варварство Оно не направлено Против какого-либо народа Также во фразе Квачкова Проследуется защита Ислама В его подлинной Цивилизованной форме Бойцов этого понять Не может В принципе Он не в курсе Элементарных Общедоступных Значений Русских слов И соответствующих Им контекстов Заявление Бойцова Носит откровенно Антирусский характер Он крайне негативно Относится к фразе Квачкова Говорящего Что никогда не приемлет Курс на замену Коренного русского Населения Чужеземцами Инородцами Иноверцами Курс на уничтожение Российской науки Культуры Образования Здравоохранения Курс на отказ От мобилизационного Прорыва В промышленности И сельском хозяйстве Если Квачков Осуждает подобный курс То Бойцов Осуждает Полагая Что автор Ведет речь Не о путинском курсе То есть Политической линии Властных верков А о нехристианах И людях Иного происхождения Эта нелепость В тексте исследования Может быть Объяснена Только политическими Мотивами Ненавистью Бойцова К христианам Русским И лично Квачкову Извращение Текста Видеобращения Подмена слов И смыслов Сплошь заполняют Исследования Бойцова Исследовать Каждое из них Нет смысла Поскольку Уже приведенные Примеры Показывают Перед нами Не исследование А заведомо Ложный донос Клевета Политически Ангажированное Мнение человека Крайне негативно Настроенного Ко всему Что отстаивает Квачков И даже Не пытающегося Вникнуть В смысл Анализируемого Видеообращения Те же признаки Но менее явно Присутствуют В исследовании Психолога Секераж Которая Впрочем Будучи не в состоянии Предложить Экспертное мнение По своему профилю Сразу ссылается На исследование Политолога И религиоведа Что означает У эксперта Нет собственного Поля исследования А также Опыта Междисциплинарного Анализа Поэтому Секераж Просто Добавляет Собственные несуразицы К несуразицам Политолога И религиоведа О том Что Секераж Не владеет Русским языком Свидетельствует Оценка Одного из фрагментов Текста Видеообращения Как заявление О необходимости Вести подготовку К вооруженному перевороту Эксперт умалчивает О том Что речь идет Не об организации Переворота А о прогнозе Его возникновения Такое умалчивание Можно считать Либо умышленным И тогда это свидетельство О сознательной Фальсификации Экспертизы Либо неумышленным И тогда это свидетельство О функциональной Безграмотности Полном непонимании Текста Представленного Эксперту для анализа Секераж Входит в тематику Которая не имеет Отношения к психологии В идеологический Смысл Обращения Квачкова Которое она Понять Не в состоянии Секераж В данном случае Как будто Сразу верит Если автор Обращения Заявляет Что придерживается Идеологии Русского Православного Социализма То так оно и есть И все что он Говорит далее Это и есть Изложение Подобное вторжение В область Далекую от Профессиональных Знаний Эксперта Является для него Недопустимой А явные нарушения Элементарной логики Свидетельствуют Об общей Неспособности Эксперта Проводить Научно обоснованные Исследования Никаких психологических Методик Секераж Не использует Лишь интерпретирует Текст Квачкова Совершенно произвольно Фактически Это попытка Провести Политологический Анализ Заменяя слово Корнем С корнем Жид На слова С корнем Евреи Нелепая Ничем не обоснованная Замена слова Жидолиберальный С словосочетанием Евреи с либеральными Политическими взглядами Искажает смысл Текста В видеобращения До неузнаваемости Взявшемуся Искать в слове Жидолиберальный Какую-либо группу Которую следует Защитить от возбуждения Не в состоянии Понять Что либеральный Понятие политическое И даже если По недоумению Считать Что все евреи Тире жиды То политическая Характеристика Уничтожает Всякую возможность Определить Что все евреи Либералы Коль скоро так То данное слово Ни в коей мере Не может быть Подведено Под диспозицию 282 статьи Потому что Не все евреи Либералы Доказать обратное Никому не удастся Следовательно Все потуги Представить слово Жидолиберальный Как задевающее Всех евреев Приводит только К невежественным Зломно политизированным Суждениям Выражение Несогласия Со стороны Квачкова С еще не вступившим В силу Приговором суда О признании Организации Народной ополчения Минеминина и Поджарского НОМП Террористической Секираж Совершенно безосновательно Интерпретирует Как намерение Продолжить ее деятельность То есть Продолжить террористическую деятельность Разумеется Секираж Не знает ничего О НОМП Не имеет никаких Сведений о том Что эта организация Вела террористическую деятельность Но следует Общему замыслу Фальсификации Экспертизы И извращению Совершенно всех Смыслов В виде обращения С целью нанести Квачкову Максимальный ущерб Побудив суд Вынести Беззаконное решение И выводы Экспертиза Представленная суду Проведена лицами Лишенными не только Профессиональных навыков Элементарной Профессиональной этики Но также И общедоступного Понимания русского языка Второе Умозаключения экспертов Не основаны На каких-либо Научных методиках По форме и содержанию Не являются экспертизой Выводы Совершенно произвольны И основаны На подмене Одних слов Другими Которое делается Без всяких оснований С явным Искажением Смыслов И контекстов Анализируемого материала Третье Выводы Экспертов Мотивированы Политически Основаны На ненависти К автору Видеообращения И изложенным Им политическим взглядом А также На заказе Скрытых От общественности И суда Сил Которые стремятся Оболгать Владимира Васильевича Ковачкова И побудить суд Принять незаконное решение Четвертое Привожским Компетентности Экспертов Могли быть замечены В том случае Если бы суд Счел свою компетентность В сложных Исследовательских вопросах Недостаточной Он мог бы обратиться Также к другим Специалистам И учесть мнение Которое могло Прозвучать Со стороны Специалистов Представленных Сторонной защиты Учет мнения Заведомо Ангажированных Лиц И отсутствие Попыток Выяснить Весь возможный Спектр Научно обоснованных Мнений Указывает На предвзятость Суда И зависимость Инъюста Российской Федерации И подчинила Себе суд Итогом Стал Противозаконный Приговор Все что делает Путинское Так называемое Правосудие Это беззаконие В отношении Тех кто осуждается По 282 Статье И в отношении Признания материалов Экстремистскими Это все Тотальное Беззаконие Все экспертизы Фальсифицированы И все проведены Политически ангажированными И абсолютно Безграмотными Людьми В этой связи Я снова хочу Вернуться к тому Что если мы хотим Избавиться От беззакония В судах А суды уже все Тотально беззаконны Мы должны Смести эту власть Единственный метод Убрать от власти Негодяев И заменить Тех судей Которые есть И выносят Постоянные Заведомо Неправосудные решения Единственный метод Который Не требует Пролития крови Это выборы Значит на выборах Мы должны проголосать За того Кто проведет Такие изменения Единственный человек Который выходит На эти выборы И готов к подобным Изменениям Это Павел Грудинин И других нет А тем Кто хочет продолжать Все это безобразие Является Владимир Путин И другие кандидаты Которые тоже Выведены на выборы Именно для того Чтобы продолжить Его политическую деятельность Его безобразные Извращения Вообще всего Что касается права Его политические репрессии Против честных Русских людей Его подавление Вообще всего того Что обеспечивает Жизнь Каждого человека И русского народа И коренных народов России В целом Поэтому мы должны Идти на выборы Мы должны Идти на выборы И голосовать За Павла Грудинина Сколь бы компромата На него не вылили Он является Единственным На этих выборах Кто готов К тому изменению Которое уже назрело И которое должно произойти Мы должны Голосовать За Грудинина Все русские Все националисты Все национал-патриоты И все люди Других убеждений Или вообще Без всяких убеждений Потому что у нас Есть только Один способ Не скатиться К насильственным методам Не обрушиться В гражданскую войну Которая неизбежна В условиях Крушения государственности А к этому все идет Единственный метод Это сейчас Проголосовать За Грудинина Чтобы за него проголосовало Не 20% Не 50% Потому что этого мало Из-за подтасовок А 80% Придем все и проголосуем Тогда сметем этот режим Не придем Не проголосуем Режим заведомо продолжится И неправосудные приговоры Издевательство над русскими Будет продолжаться Если мы верим Что в России Может быть русская власть Должны идти на выборы Должны сражаться В предвыборной кампании Должны делать все Чтобы Путин Вместе со своей кодлой Ушел в прошлое И все подонки Которые истязали нашу страну Были посажены в тюрьму По закону Осуждены По суровому Русскому закону Но по закону А не по беззаконию Как истязают Наш народ Истязают Наших политических лидеров Россия Русская власть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok